вот такие вот ошметки дома отходы с борща с картошкой тоже в ведро собираем и даем им даю я в основном здоровым ну свиноматкам вот я как обезьяна допустим о нюрка с киевлянкой на аматом сегодня трошки потрудился ну ты можешь кинуть чисто так чтоб не этот чтоб не бигали а все же так кричит все время на себе внимание обращает сейчас я тоже сыпну ты будешь пороситься чине ого тихо 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 а це скільки їм днів 14 апреля а 14 20 днів да почти оцей забрали поросят вона не вставала з одного міста дня три или четыре не ела ничего тупо так за ними заскучала за поросятами что начали піднімать вопрос че знею со здоровьем все нормально заскучала за поросятами сильно ну потом так потихоньку потихоньку йоди шла начала есть сейчас нормально я и кормлю то и чтобы восстановилась в ней имя манюня в нас у всех сама маленькая сама по собі но маленькая да удаленько поросят витягиваю хорошо після отьома поросят уже больше пяти дней пройшло не загулювала вчора отпустил аматора хрячка вини трошки потревожив то вроде бы судя начиная в ней уже предзагуль не сейчас еще раз отпустим хай вентута походы порядки по наводи и я думаю будем крыть аматор пошли по трошки пошугаем их сейчас им до есть бо я им рассыпав и венчат тут походы трошки с их понюхая кто там что там я двери закрию венцю должен и по цей не знаю мы все никак не определим ося в ней вроде бы уже и срок опороса нема ну судя по внешнему виду что вона поросна и вот должен быть опорос ну по по всяким признакам ну не мая по предвестникам опороса немая и намека пока что он будет ну ждем підождем а там будем принимать какие-то решения это именно по цей свинке а по тей что я думаю сейчас он еще и понюхая трошки и вона сегодня или завтра стане и мы хряком первый раз покрыем аматором он вчера тут выпрыгал беда не все в него работы раньше времени ну а цих еще не отлучали еще рано ци вси поросята так никого никто не придавил все живи здорови и все хорошо по векнам шумы зробили по векнам началась уже у нас жара мы сани зробила таким методом накрутили два тента оттуда поставил он мухи летает а залетить не может два тента и все я так векно вот если надо закрыть если надо закрыть вас так закрываем ну к примеру и загнув гвоздик если на зиму если на лето просто так раз и все еще мы так зробили потому что чтобы сквозняк не дув на поросят он аматор уже побег давай пошли пошли домой о давай так как как все по меня вы еще не стоить в она не готова я бачу пони что она еще не готова буду готова я и сюда загоню вини тут покрыли и паре оню и вот сюда у свободную клетку у свободную клетку паре оню а эту будем убирать это уберем это уже 200 я думаю 200 плюс и уже восемь скоро восемь месяцев ну все ж така самая мы убирала вот с и выводка анфисин выводок одна осталась все чтобы все понимали это две свинки оставались сами маленькие одну мы уважали весами взяли 200 килограммов и цедру а уважить и не будем уже и так бачим яка по весу а этим паросятка у нас восемнадцатого числа будет четыре месяца не знаю может взвесим ну хотим сами по взвешивать у четыре сколько будет в них вес я думаю стольник должен быть железный у них ты им восемнадцатого четыре месяца а этим двадцать первого до четыре месяца я хочу узнать стольник чи будучи не в усих и в тихи в тихи в тихи ну все узнаем потому что я для себя веду все равно контроль сколько они набирают вес из какого месяца по який самый лучшего стержцами тоже все друга половина тих канторе в четыре месяца тоже интересно буду узнать в районе стольника стольник должен будет ну а тес их из макс терят тройку осацы вообще язык як збитый мешок здоровый такой и в них так само я векна зробил вот их я сначала эти два зробил векна а тогда думаю чтобы жаренько не было и это сделали там москитную сетку и москитную сетку так вот на витяжках тоже позабивали на витяжках чтобы мухи не так оттуда летели двери вот эти я закрываю воно то сейчас у них тяне выдумывать по что решать тянет уже сюда сквозняк ну як мы двери закрываем ту и оттуда тяне так а ты что будешь рожать ну вроде бы поросна да вроде бы поросна ну а поросятка ну шо нормально не дуже едят так предстарт едят ну чтоб дуже я б не сказал предстарт таки даю свей самодельный то есть нормально но они туда позже будут исти после 20 дней уже хорошо будут исти барашечка короче таки друзья дела так и все все витяжки я позакрывал и мух более менее я думаю сильно багато не будет потом повесим ленточки и будем купим чай гиту что нибудь чтобы бороться с мухами как нибудь а тут а у нас поросенок стопов не по предыдущим видео роща хнув ноги и не ходил короче лежал не ходил на задних ногах все нормально все стабилизировался я уже даже и не знаю где он ну кто из них тут а я буду сам и сам и дольше держать а раньше начнем убирать с этих с кантурю и может одну кантур что оставлю или эту или ту оставлю или ту на свиноматке подивлюсь хай как будут взрослому же возрасту яка лучше гулятиме якусь может оставлю покрию этим петреном ну так просто просто у них хороша мамка спокойно и так опоросят вытягивая я думаю эти тоже таки будут ну а по эфкам конечно вообще друзья вопросов эф-1 конечно все свиноматка огонь я уже казался опоросы проходят вообще ну дуже я бы сказал бы легко опоросы проходят легко вона не агрессивна спокойно при нема поросят то есть вообще по спокойно спокойно и до пороси мы вообще не лезли и свиноматка вытягивая поросят хвата в ней молочность молочное молоко жирное нормально то есть вытягивать свободно десять и больше штук то есть все по свиноматкам вопросов нема но все теки по одной и то же я помню мы узи робили узи показал что все покрыти ну у нас то задержки булы то 10 дней задержка была первая в следующем ролику покажу по щелевых полах что мы там начали робить был сынок туда не дойду сейчас короче стоял вагон ось на цих вот дисках мы полы взорвали диски четыре штуки их четыре диска вагон выезжали потихоньку потихоньку и опустили вагон был от земли сантиметр то наверное 40 а если брать порог так сантиметр 50-60 порог был сейчас мы его все ровно подкопали все ровно опустили туда тим швеллером и получается внутри вот так все вагон полностью посаженный выровняный теперь нам надо что мы сначала хотим обшием металлом полностью в районе метра может даже поделюсь по средней ширине металла поделюсь если она шире метра то больше чем метр обшием металлом потом сделаем подушечку списка изоляцию и зальем бетоном забетонируем и це буде пока цей вот як зернова группа тут хранится а думаю там сделаем як из хранилища для зерна це буде тут а тупо мастерска чисто мастерска буде я и вікна тут не буду сейчас закрывать ничего мастерска як буде бониды инструмент сложить вины там и там и там короче везде полки поделать тут будет инструмент и так зимой поставлю какую-то буржуючку что-то підтопили же теплый вагон и что соберешь а металл хай таки буду обшито мастерской пойдет но зато мишей уже не так буду металлом обішим зальем все буде я думаю уже не так по нам учались полами пока их сняли мы сняли все нормально короче атаке будем обшивать потихоньку железом вот такие друзья дела вот так его получилось у нас спокойно получилось ну а не знаем куда девать цей пенопласт шо ну це не пенопласт и вони заливали пена заливали жидкость одну и потом вторую образовалась пена ну это уже как они сделали полы под полы заливали ну а куда использовать пока не можем найти ее применение тут у нас получается с того вагона всю пшеницу перетянули сюда и где деревья мешки были мы ссыпали в угол и потихоньку туда дробим и так самождаем роздаем вчера мы ездили сани купили макуху не свою макуху а обычно подсолнечную макуху подсолнечника уже и вчера передробили тоже буду и добавлять цена 10 гривен а если берешь больше тонны 8 гривен все надробил буду мешать а так свиноматкам по 8 гривень можно держать с лактующих ой кажу лактующих супоросных свиноматок просто зернова группа и буду добавлять обычному куху то есть будет уже лучше кто на норме сидит для них то что надо ну и наверное буду добавлять и уже на финише кто на откорме слоевый шрот и так а макуха но там кто-то еще дойду короче так взял и наверно буду брать и потом еще трошки больше потому что хорошее дело и цена более-менее нормально и от меня тут недалеко поехал взял и все по месту дуже удобно и дуже хорошо тут а все оцей выработаем и надо покупать опять на новый год на новый сезон зерновую группу вот такие дела ну а свиноматкам кормящим я не даю ни картошки ни капусти ни обрезок нияких надо можно уже и траву рвать я раньше рвав траву давал но обычно кто сидит а так на нормах поросни или хряки ну не рву сейчас траву во-первых время нема на ту траву переводить не занимается травой короче а прошли годы я все время рвав давал траву а сейчас всего не делаю барашечка барашка и вон яких с меня ни одна сыноматка такая что поросят за барашка они все спокойно это она рада от радости это что подошел хорошо хорошо хороша барашка барашка барашку не короче вот так